Книга «Открытым оком», 2-й том, тема богослужения, вопрос 742. У католиков святые изображены в основном не на иконах, а в виде скульптур. Мы, православные, должны считать их святынями или идолами, вернее так, с точки зрения православия. Как это выглядит? Игнатий Тихонович Лапкин дает ответ. «Вопрос разрешения возникающих осложнений с кем-либо лютейший тиран Сталин выразился так. Нет человека и нет проблемы. Я ссылаюсь на совершенно неавторитетную для христиан личность и пытаюсь извлечь из этого драгоценное». Иеремия 15,19. «На сие, так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Эту мысль предвосхитил Нейрон, когда ему говорили «Подумай, что скажут тебе потомки за твое несправедливое преследование христиан». Он ответил «Я уничтожу их всех, и потомки вообще не будут знать, что были какие-то христиане». Не посчитайте эти данные отвлеченными от вашего вопроса, но мы, сегодняшние прихристиане, сами искусственно создаем себе многие и неразрешимые вопросы. Как говорят, проблемы, не люблю это слово. Если бы глубокая истинная духовная вера, жить в Боге, как у Адама до грехопадения, была бы она такая, то не было бы никакой нужды ни в иконах, ни в скульптурах. Мы потеряли реальность жизни во Христе. Он всего лишь воображение, а нужно, чтобы он был в нас. Мы жили в нем. Если жених постоянно с невестой, то зачем ей скульптура и портреты его? Если бы сейчас подробно составить список, каталог всего, что случилось, произошло, все жертвы, потрясения, войны за иконопочитание, мы бы ужаснулись и не поверили. Не было бы икон и скульптур, не было бы и этих забот. Сегодня искусствам художников уделяется большое внимание надежды, чем проповеди, чем крещению Духом Святым. Сам по себе вопрос говорит о полной недуховности, вплотную продвинувшей человека к идолопоклонству. Изображение икон на чем? На каком материале? Для старообрядцев только на дереве или на железе. Хотя изображение может быть и на воде, и на воздухе, голография. Наука показывает сегодня безграничные возможности в этом направлении. Здесь тоже бесконечные вопросы. Как это принимать? Как к этому относиться? Нам нужно плакать день и ночь из-за того, что мы потеряли Христа, удалились от Него и теперь балуемся картинками и статуэтками, решая, что лучше и как к ним относиться. Малые, неразумные и безумные дети. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, приди и вселись в нас. Как Господь выводил Петра на вселенскую проповедь, то Петр, обернувшись, то есть отклонив взоров от Иисуса, заботится о продолжении прежней привычной дружбы с Иоанном и восклицает. Господи, а Он что? И Господь ставит все на место. Что тебе до того? Ты иди. Что тебе до скульптуры икон? Ты постоянно молись. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение, 22 глава, 17 стих. И Дух и Невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. И скульптура и икона в равной степени не приближает нас, а отвлекает, когда есть глубокая и горячая вера и связь с Иисусом. Но если этого нет, то никакие костыли не помогут тебе бежать на ресталище жизни. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. У Симона Петра, этого камня веры, была слабая память. Он часто повторял одни и те же ошибки, то есть от такой же, как мы, он такой же, и поэтому так дорог, близок и понятен нам. Когда он шел по волнам, ко Христу, то волны для него были крепче нашего асфальта. Но когда он отвел взор в сторону от Христа, то тут же стал захлебываться в волнах. Смотрите прямо на Иисуса. И эти вопросы о скульптурах никогда не возникнут. Любите не скульптуры и иконы, а Иисуса. Хорошо нам быть с Иисусом на фаворе, но не с иконой и не со скульптурой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!